Жители Хантамансийска обменялись снарядами на городском своп-маркете. Его провели на арт-площадке местного театра кукол. Все желающие принесли сюда предметы из личного гардероба, чтобы подарить им вторую жизнь. Однако, кроме материальных вещей, горожане смогли обменяться полезными навыками, опытом и связями. Это сделала и моя коллега Наталья Акст. Своп с английского переводится как «обмен». Его основная идея – дать хорошим, но вышедшим из употребления вещам новую жизнь у нового владельца. Тематическим продуктом для бартера может быть все, что угодно. Книги, одежда, обувь, игрушки, бытовая техника. В отличие от секонд-хендов и комиссионок на свопах, поддержанные вещи можно получить бесплатно. В Хантамансийске первый экспериментальный своп состоялся прошлым летом. Он был цветочным. Тогда жители окружной столицы с большой охотой обменивались комнатами, растениями и садовой рассадой. На этот раз организаторы предложили горожанам освободить свой гардероб от ненужной им одежды и аксессуаров. Мы все жертвы в эпохе потребления. Я поняла, что я могу на этой теме объединить сообщество, объединить людей, то, что произошло сегодня здесь, для того, чтобы они могли развиваться и идти в сторону осознанного потребления. Я получила грантовую поддержку от компании «Газпром Ньюти Хантас» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». И именно это позволило мне сделать своп-маркет более обширным, потому что сама бы я это сделать не смогла. На входе в своп-маркет посетители встречают волонтеры. Они помогают им сориентироваться на месте, а также провести обмен вещей. К слову, они должны быть в хорошем состоянии и чистыми. Я принесла шесть вещей. Это реально классные вещи, хорошего качества. Просто, которые, допустим, я давно не ношу, из которых я выросла. Новые вещи смотрю. И вот, допустим, эко-сумочка. Я давно хотела какую-то авоську, но нашла вот такую. Я думаю, на лето вообще классно будет. Здорово. Атмосфера женская, приятная, уютная. Прямо очень советую проводить еще такие мероприятия. Поход в своп-маркет – это поход за эмоциями. Обмен проходит в максимально веселой и дружелюбной атмосфере. Для посетителей коммуникационной площадки подготовили различные мастер-классы. В частности, по стилистике, созданию разумного гардероба и редизайну вещей. Нужно уметь обыгрывать и пользоваться аксессуарами. Это очень важно, да. Аксессуары, украшения, сумки, ремни, обувь обязательно, какая-нибудь яркая, красивая. Но каждый выбирает одежду, та, которая ему нравится, во-первых, подбирает под свой психотип. И основная одежда должна быть базовая, то есть простого кроя, лаконичная, тогда она с любыми вещами сочетается. В Ханты-Мансельске новомодный тренд на разумное потребление поддержали порядка полусотни человек. В основном это женщины, которые принесли на СВО почти 200 вещей. Предметы, которые не нашли нового хозяина, организаторы передадут на благотворительность. Наталья Акс, Владимир Дадыко, окружная телерадиокомпания «Югра» Ханты-Мансельск.